Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы новости РЕН-ТВ Саратов. В каком состоянии промышленности региона, какие саратовские предприятия вынесены в федеральную программу импортозамещения и какие инновации будут внедряться в производство в ближайшее время? Об этом не только. Мы поговорим с министром промышленности и энергетики области Максимом Шихаловым. Здравствуйте, Максим Львович. Рад вас приветствовать в нашей студии. Добрый день! Близится конец года и на всех уровнях начинают подводить определенные итоги. Расскажите об итогах работы в промышленном комплексе Саратовской области. Подводя итоги 9 месяцев, могу сказать одно, что предприятия Саратовской области сумели обеспечить рост индекса промышленного производства 105,6%. Это достаточно серьезный показатель, но мы все прекрасно понимаем, что в связи с экономической ситуацией в стране, которая происходит, этот показатель к концу года снизится в связи с определенными мероприятиями, которые проводятся на территории области. Это с капитальным ремонтом атомной станции, выработкой электроэнергии и так далее. И мы прогнозируем индекс промышленного производства на конец года на уровне где-то 103%. Если сравнить это с российскими показателями, с федеральным, то мы превышаем этот уровень. За счет, прежде всего, конечно же, обрабатывающего производства, которое у нас в регионе хорошо представлено. За счет остальных предприятий, которые ведут плановую системную работу. По этому показателю могу сказать одно, что на данный момент достаточно хорошие и качественные показатели. И мы можем это смело и громко оговорить, потому что это есть. Константирую факт. Максим Львович, прошлый год был годом новых производств. Было открыто 5 заводов. Удается ли сохранить эту тенденцию в этом году? Да, если мы посмотрим и проанализируем этот год, те 5 предприятий, которые были открыты в 2014 году, да, это достаточно серьезные предприятия, они у всех на слуху. Это такие гиганты, как Северсталь, Эрликит, Центролит, 2014 год. То в этом году у нас достаточно тоже серьезные и знаковые мероприятия по нашим предприятиям. Это, конечно же, самый главный момент, это когда в августе месяце было завершено строительство нашего Энгельского локомотивного завода достаточно серьезными инвестициями. Это, конечно же, открытие нового производства на БОШ. Это производство радиаторов. Это четвертое предприятие, которое на территории Энгельского района, в корпорации БОШ. Это серьезные работы, проводимые и инвестиции, проводимые на атомной станции по модернизации оборудования. Достаточно серьезные работы ведутся и на гидроэлектростанции, на нашей Саратовской гидроэлектростанции. И хотелось бы отметить прежде всего еще тот факт, что в этом году мы закончили серьезный, очень достаточно федеральный проект. Это цифровое телевидение на всей территории Саратовской области. В настоящее время закончены все строительства этих объектов. И 98,7% охвата населения сейчас в Саратовской области цифровым телевидением первого мультиплекса. Также построена часть уже объектов и по второму мультиплексу. То есть еще дополнительно 10 каналов наши жители смогут смотреть в этом году. Но их охват чуть поменьше. То есть в основном идет охват центральных, так скажем, наших основных городов. Это Саратов, Энгельс, Балакова. И еще хотелось бы отметить, что в этом году было знаково. Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев. Совместно трехстороннее соглашение было подписано с Министерством связи и коммуникации России. Никифором министром. Также третий подписан был Ростелеком. Мы начинаем строительство и устранение цифрового неравенца в Саратовской области. То есть оптоволокно, оптоволоконные линии дойдут до всех населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек. Это достаточно серьезный масштабный проект, который мы будем реализовывать в Саратовской области уже начиная с 2016 года. Но и на сегодняшний день могу сказать, что до 39 населенных пунктов в Саратовской области оптоволокно пришло. То есть наши жители имеют полную возможность, по крайней мере в этих дополнительных 39 населенных пунктах, имеют возможность пользоваться интернетом в широкодоступном, так скажем, диапазоне. В понедельник вы встречались с министром промышленности и торговли России. Расскажите о том, как прошла встреча, какие цели ставились и насколько она была продуктивной. Те вопросы и самое главное, те моменты, на которые обращает внимание федеральное руководство, министерство промышленности, они нам не чужие. То есть в нашем регионе мы этими вопросами занимаемся. Могу сказать, что то подписание соглашения с президентом Фонда развития промышленности России, которое было подписано в Москве, губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев подписывал, о многом говорит. Мы 34 регион, который подписали такое соглашение. И та плановая работа, системная работа с нашими предприятиями по мерам поддержки предприятий, именно через Фонд развития промышленности, в программах импортозамещения и так далее, она ведется. Мы сумели отследить и понять 20 отраслевых направлений по импортозамещению основное и проработать с предприятиями те действия и ту методу, по которым они могут войти в эти программы по импортозамещению по своим отраслевым направлениям. А что касается работы с Фондом развития промышленности, наших уже 8 предприятий подали заявки. Они рассматриваются, но один из тех факторов, главный фактор, который был озвучен президентом Фонда развития промышленности, главное, чтобы Фонд понимал, что правительство области поддержит эти предприятия. И соответствующие обращения подготовленные, наши предприятия уже идут не просто с пакетом документов, а именно с верительной грамотой, то есть с поддержкой со стороны правительства вот этих своих начинаний. И при рассмотрении документов, мы надеемся, что это будет определенный бонус, потому что при рассмотрении, так скажем, документов, понимают, что правительство заинтересовано, то есть мы показываем заинтересованность, и мы готовы поддерживать наши предприятия и поддерживать именно в конкретных мерах поддержки. Вот вы сейчас затронули тему импортозамещения, давайте расширим ее, скажем так. Какая сейчас работа ведется, и какие уже есть успехи в этом вопросе? Наши предприятия, мы, по крайней мере, подготовили тот перечень необходимой продукции и ту номенклатуру, которую необходимо, которую упускают наши предприятия. Федеральный центр, рассмотрев полностью все предложения со всех субъектов Российской Федерации, определил 20 основных направлений, то есть 20 укрупненных номенклатурных показателей. Соответственно, проанализировав, проработав эти вопросы, мы предложили своим предприятиям по своим направлениям также включиться. Это, опять же, это идет, правительство области выступает в роли локомотива, то есть в роли поясняющих, разъясняющих и определяющих основные направления. То есть основная львиная доля работы, это, конечно же, идет на предприятия. То есть предприятия должны готовить по своей интегрированной структуре и эти предложения вноситься. Мы, соответственно, полностью отслеживаем эту ситуацию. Мы готовим обращение и подготавливаем наше предприятие, по крайней мере, тот же пакет документов, и лишний раз озвучиваем о наших предприятиях и заявляем их на федеральном уровне. Поэтому на данный момент в основном это наши, можно сказать, что это 9 предприятий, которые уже точно вошли в эту программу импортозамещения. 14 предприятий включены в отраслевые программы. Я предлагаю поговорить об инновациях на производстве. 20 ноября прошел Совет по науке и инновациям, где губернатор области рекомендовал активизировать работу по внедрению инноваций на производстве. Есть ли нам чем похвастать в данном вопросе? Мы не можем сказать слово «похвастать», потому что, опять же, повторюсь, что работа эта идет ежедневно, ежечасно. И при той базе академической науки, которая у нас есть, и мы на этой совете по инновациям обсуждали, и это было озвучено, то есть конкретные работы, конкретные ведутся по определенным направлениям. Но главное, что и предприятия наши не стоят на месте. Предприятия внедряют инновационную продукцию, и на выходе получается определенный эффект, понятный и экономический, и научный. Но главное, что отметил губернатор, и на что мы сейчас свое внимание прежде всего будет направлено, это именно создать тот мост, те обратные связи между наукой и производством. То есть наука не во имя науки, а наука во имя производства. И что здесь первично, наука для производства или производство для науки, вот в чем определенность наша должна, сейчас и мы ее уже определяем, выстроить системную работу потребностей предприятий, продукции инновационной, и чтобы эти заказы шли непосредственно на наши, так скажем, научные круги, и наша наука, наши научные центры направляли свои диссертации, свои научные разработки, свои гранты именно для конкретных, практичных, практических, направленных вещей, которые необходимы и востребованы в наших предприятиях. То есть вот это главное, и я так скажу, это, наверное, лейтмотив нашего дальнейшей работы, связанной с инновациями в Саратовском регионе. И задача получена, поручение есть. И я думаю, что вот на следующем совете, буквально это в декабре месяце, мы сейчас попытаемся полностью проанализировать и понять ту процентную составляющую и тот необходимый потенциал, необходимый для предприятий, и обратная связь, то есть обратная, что мы должны понять способность и возможность нашей науки для наших предприятий. Конечно, это уже работа вся есть, ведется. То есть мы сейчас просто попытаемся это, не попытаемся, а сделаем это обязательно. Мы все это обобщим и с конкретными предложениями на следующем совете уже выйдем для именно выстраивания той необходимой системы наука, производства. Но мы плавно переходим к обсуждению перспектив в промышленности. Какие проекты будут реализованы, какие планы у вас? Достаточно тоже амбициозные, и задача такая стоит. И то первое соглашение, которое губернатор три года назад подписал с компанией с французской, это СНФ, компания, оно сейчас приходит к своему логическому завершению, и, наверное, в первом квартале 2016 года будет заложен камень строительства, производства, и начнутся строительно-монтажные работы. Это на базе саратовского нашего предприятия Оргсинтез будет производство, французское производство СНФ по производству полиакриламина и сорбентов. Это тот необходимый продукт на сырье саратовского завода Оргсинтеза, тот необходимый продукт, который необходим для наших нефтяников по обезвоживанию скважин, тот продукт, который необходим для сельского хозяйства, для сохранения жидкости, либо сохранения, либо отдачи, если простым языком говорить, для наших растений, тем более мы понимаем и осознаем наши климатические условия в регионе. Второй важный проект, который также уже реализуется, и мы прорабатываем коммуникации, подключение уже к этому проекту, это строительство завода «Волга-Гидро» на территории Балаковского района. Тоже очень достаточно серьезный проект с достаточно серьезными инвестициями, совместное производство с австрийской компанией, по производству крупногабаритных элементов гидротурбин. Это, начиная с крышек, гидротурбин, это роторы, это статоры, то есть те элементы, которые имеют достаточно крупногабаритные размеры, но если представлять, что такое гидротурбин, это диаметр около 17 метров. То есть такая будет достаточно серьезная конструкция. И первая реконструкция и модернизация будет проходить на нашем Саратовском, на нашей Саратовской ГЭС. А в последующем «Русгидр» планирует такую же реконструкцию проводить на всем нашем каскаде Волжском, на остальных гидроэлектростанциях, именно нашим оборудованием и нашим продукциям, которые будут выпущены на Балаковском заводе «Волгогидро». Максим Львович, буквально в среду стало известно о назначении вас на должность министра промышленности и энергетики. Поделитесь планами в качестве министра уже. Вы знаете, прежде всего, я считаю, что, если говорить так открытым человеческим языком, прежде всего, никогда не надо забывать, что у нас есть предприятие, у нас есть производство. Неоднократно повторялся и говорилось об этом, что за вот это последние три года мы не обанкротили ни одного предприятия. И мы пытаемся точечно, качественно, работая с каждым непосредственно руководителем предприятия, с каждым предприятием сохранить и оздоровить по мере возможности ту экономическую ситуацию с каждым предприятием. Я думаю, то, что вот этот параллель, вот этот вектор работы, который был налажен и построен Сергеем Михайловичем Лисовским, мы сохраним, и сохраним именно то обратное взаимодействие. Будем слышать, я буду слышать наших руководителей, прислушаться к их мнению, потому что, как правило, это мнение не рождается просто на голом месте. И наши предприятия достаточно достойны того, чтобы к ним было, так скажем, отношение. И вот то, что мы в этом году сделали, программу развития промышленности, программа на поддержку промышленности с финансированием из областного бюджета, на которую мы, я так надеюсь, будем также иметь поддержку и федерального центра, и субсидии, и там по 8 направлениям меры поддержки, связанные там и с кредитными ставками, и с лизинговой схемой. Вот это все мы будем полностью возобновлять, инициировать, не возобновлять, а продолжать инициировать дальнейшие наши действия именно на поддержку предприятий. И очень мне хотелось бы, чтобы это продолжалось. Также, я говорю, что и работа с руководителями. То есть открытый диалог, открытое мнение, умение их услышать, и это все качественно донести до федерального центра. Ну что ж, спасибо за увлекательную беседу. Мы желаем вам успехов и в ваших начинаниях в качестве министра. До новых встреч. Спасибо, до свидания. Я напоминаю, у нас в гостях был министр промышленности и энергетики Саратовской области Максим Шихалов. А на этом наш выпуск завершен. До свидания.